Всем привет! Я тут пытаюсь улететь в Стамбул. Не знаю, получится у меня это или нет, но я после новогодней ночи спать хочу, как последняя сволочь. Видите вот такая вот штуковина? Это называется аэрослип. Я решил пойти немножко перед самолетом, на который я пытаюсь попасть, пойти и поспать. Ну и сразу вам показать, что это за фигня такая вообще. Стоит 350 рублей в час. Выглядит все это дело вот так вот. Сюда мы бросаем обувь и залезаем туда. Бросаем сумку, бросаем туда куртку. Разуваемся. Кстати, дольче габановские ботинки, им уже 350 лет. Моя фишка это разноцветные носки. Понятно? Это моя фишка вообще. Это моя фишка. Самое главное, чтобы башмаки отсюда не украли. Залезаем сюда. Снимай. Девушка сказала, что это новые кабинки, и тут розетки можно заряжать. USB порт. Может работать как китайская розетка, так и русская розетка. Наушники, телевизор. Ну, сейчас я размещусь. А, нет, что-то я не увидел вешалки. Это вешалка для наушников. Поэтому куртка будет лежать здесь. Я цивилизованный человек. Я сплю раздетым. Опана. Разноцветные носочки. Все. Есть какая-то здесь вентиляция. Воздух ионизируется вот этими лампочками. Курить, наверное, нельзя. Ну, все. Я спать. Лежу я здесь. Давайте поговорим, какая здесь шумоизоляция. Неидеальная. Но в целом лежишь как будто бы в таком домике. Это вообще прикольно. Рассмотрим, что вообще здесь есть для меня. Вот такая фигня. Скотчем заклеена. О! Это, наверное, поднос. Я могу вот так вот сделать. Опа! И кушать. Правда, кушать нечего. Но самое стрёмное, что оно держалось вот на таком скотче. Нафиг этот скотч нужен. Ладно, кушать мне все равно нечего. Поэтому столик я убираю. Обратно. Что у нас тут еще? Телевизор. Мои вещи в углу. Огнетушитель. И всякая фигня. Это, я так понимаю, сейф. А сейф-то я открыть не могу. Ни фига себе. Смотрите. Закрыл в ручном режиме. Нажимаю на кнопку. И еще разочек. Короче, как в пятом элементе. Дверь закрыта. И... Опа! Электроника, блин. Как я и говорил, розетка подходит для китайцев, для русских. Так. Сюда можно воткнуть, заряжать свой телефон через USB. Слушать... Что это у нас такое? Послушаем. Громкость надо найти. О! Смотрите. Здесь можно... Раз. Выключил зеркало. Включил зеркало. Звук идет из телевизора. То есть, я сейчас в наушниках. И я слышу, что у меня вот там идет. Дальше. Я могу управлять чем-то. По идее, должна быть температура. Какой-нибудь температурный режим. А, здесь наставляешь время. Здесь выключается свет. Вообще весь. И не включается. Попробуем здесь. Блин, это я дверь открыл. В общем, суть в том, что прежде чем... А! Вот оно, смотрите. Здесь мы выключаем весь свет. А здесь мы его включаем. Тут можно включать-выключать воздух. Вот этот вот, который ионизируется такими лампочками. Кстати, тут что-то тоже есть. Сейчас будем изучать. Но нам нужно включить весь свет. Вот мы его включили. Еще одна USB-розетка. И наушники сначала. Вот эти наушники были воткнуты сюда. Сейчас послушаем. О! Звук пошел вообще реально. Стреляет тут все дела. Так, здесь у нас кондиционер. Как управляется кондиционер? Я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, вот это и есть температурный режим. Вот это вот. Именно вот здесь управление кондиционером и мощностью. Правда, у меня ничего, ни на что не реагирует. А, ну вот, да. Сильнее. Слабее. Ну, температуру как мне выставить-то? Придется звать девушку, чтобы помогла мне с этим разобраться. О! Над головой у нас тут есть такая штуковина. Включается еще одна лампочка. Выключается. Включается вторая. То есть, можно включить две вот такие лампочки. И две эти лампочки здесь можно выключить. Только почему-то они не в правильном порядке стоят. Странно, да? То есть, если я включаю вот эту лампочку, то загорается вот та лампочка. Ну, как-то странно. Э, что у нас? Вот эта фигня не работает. И что-то она такая хлюпкая. Короче, вот эта вот штуковина очень голимый пластик. Ну, спасибо, хоть не воняет. Из развлечений, ну, пожалуй, пожалуй, все. Есть такое одеяло, которым можно укрыться. И спать. Сейчас я поизучаю, девушку позову и расскажу вам, как кондиционером пользоваться. В аэропорту-то меня сейчас арестуют. Так вообще. Выключаюсь. Короче, кондиционер управляется вот таким вот способом. температуру выставить здесь нет возможности. Вот оно задало вам температурный режим 31 градус. Он так и будет. Можно сделать только сильнее и слабее. Этим сейфом пользоваться не получится. Эта услуга недоступна ни для одного из этих боксов. Телевизор. Есть пульт. Попробуем пощелкаем. Че-то не получается его выключить. вообще не реагирует. И, кстати, звук пропал. О, фигня какая Оно еще и отходит Контакты Короче, вот эта вот штуковина И еще нужно найти положение Чтобы оно работало О, пошло Нормально, воткнул Но пульт не работает все равно Непонятно, а как мне его выключить Если я хочу спать И чтобы мне перед глазами ничего не маячило Опять придется идти к девушке Елки-палки Офигеть вообще Открываем дверь Вот так хожу по аэропорту Люди на меня смотрят Мужик в трусах А что делать? Не выключается телевизор Я прошу прощения А не подскажете, как выключить телевизор? Да, но не реагирует Платишь Платишь так платишь Оказывается, нужно ближе Все изучил Значит, для того, чтобы Управлять телевизором Нужно это делать прям вплотную Вот мы его Выключили И вот мы его включаем То есть, понимаете Поехали Вернемся Музыка Музыка Пусто Фильмы Но тут они есть Рататуй Пятый элемент Вверх Ледниковые Всякие периоды Есть Казино То есть, ну, фильмы есть Их можно выбрать Немного Но есть Текст какой-то Интересно, что это такое Текст Попробую Подключу свой телефон Айфон Посмотрим, что там Отобразится Он На мониторе Или нет Кстати, слушайте Какая слышимость Слышите? Звукоизоляция Паршивая Подключил я Свой телефон На экране Ничего не отображается То есть Оно Не читается Да? Тогда Зачем все эти функции Фотографии Там Музыка Если можно смотреть Только Фильмы Которые Предлагает Эта система Постельное Белье Здесь Вот такое Одноразовое Ну, как в этих В салонах Эротического Массажа Да? Все Точно Такое же Ничем Не лучше Ничем Не хуже Нужно Сделать Поменьше Чтобы дуло А то Прохладно А как спать-то Если Оно Все Шумит Сейчас Закончит Разговаривать Я дальше Буду Снимать В целом В целом Штука Конечно Очень Прикольная То есть Не зря Их ставят В аэропортах И На вокзалах Первый раз Я такую вижу Первый раз Я в таком Лежу И это Имеет Место быть Если Вы Не такой Капризный Как я И вам По барабану Что Чего-то Там Пульт Не работает Если Лежать По-человечески А нужно Вставать К нему Аж туда Пододвигаться Чтобы управлять Телевизором Если Вас Не смущает Что Сейф Нерабочий Не открывается Он Не работает Эта функция И что Воздух Можно сделать Подачу Воздуха Можно сделать Только сильнее И Слабее Но Никак Нельзя Регулировать Температуру То Вы Можете В принципе Тут Полежать И Выспаться Приятно Здесь Приятно Я Выключил Ионизатор Воздуха А я Хочу Включить О Вот Так Гораздо Симпатичней Что Что Еще Вам Сказать Ну Пластик И Металлическая Дверь Вернее Пластик Обшитый Металлом Ладно Полежу Немножко И потом Еще скажу Свои впечатления Вещи Есть Камера Хранения Рядышком Которая Относится Вот К этой Организации Которая Предоставляет Услуги Здесь Полежать Есть У них Небольшой Такой Шкафчик Где Закрывается Все На ключ Если Очень Большая Сумка То Стоит Просто Там На Ресепшене У них За Стойкой Ресепшена Воды Там Еды Здесь Нет Понятное Дело За 350 Рублей В час Что Что Тут Они Вам Дадут Это Только Лежать Смотреть Кино Или Спать Детям Было Бы Интересно Прикольно Я думаю Они Бы С удовольствием Здесь Бы Посидели Полежали Посмотрели Бо Мультфильм Им Бы Это Очень Понравилось Мне Да Прикольно Тоже Нравится Попробуй Поспать Включил Фильм Пятый Элемент Немножко Полежал Посмотрел Звук Вот Этот Ну Хорошо Если Вы Штекером Попадете В нужную Фазу А то Начинает Все Хрипеть Короче Вот Это Очень Серьезная Недоработка Аж Прям Бесит Сюда Можно Залезать С Детьми До 10 Лет Бесплатно Ребенок Идет Двум Взрослым Сюда Нельзя Понимаете О чем Я Да Но За вами Особо Никто Не следит И я думаю Что Свою подружку Сюда Протащить Вполне Возможно Ну Я Этого Делать Не Буду Я С Женой Все Таки В общем Такой Бокс Достаточно Прикольная Штуковина Конечно В том Случай Если У вас Есть Возможность Оплатить Такое Удовольствие Поспать Изолируясь От Общества Аэропорта В целом И Если У вас Какой То Перелет С Длительной Пересадкой И Вы Уставший Хотите Спать Это Выход Из Положения Вот Мне Интересно Оплаченное Время Закончится Мне Придут Постучат В дверь Или Что-то Где-то Как-то Должно Сработать Вот Выйдет Время Я Сделаю Еще Включение Расскажу Вам Про Это Я Тут Вот Что Придумал Можно Оплатить Две Кабинки Но Лечь Двоем В одну Такой Лейфхак Для Любителей Приключений Но Теперь Я Все-таки Наверное Прилягу И Оставшееся Время Оплаченное Для Обзора Я Посплю Но Вот Если Ты Захотел В туалет Вот Тут Проблема Одеваться Обуваться И Проплаченное Время Тратить На Ходьбу В Туалетную Комнату Вот Это Неприятно Конечно Если Ты Такой Пофигист Как Я То Ты Просто Ботинки Обуешь И Пойдешь Ну До Первого Замечания Полиция Или Персонала Аэропорта Но Все Равно Блин Даже Если Не Одеваться Ты Фу Здесь Нет Никаких Таких Штуковин Знаете Есть Называется Пись Пись Специальное Приспособление Если Нет Возможности Сходить В Нормальный Туалет То Хотя Бо По Малой Нужде Можно Справиться Здесь Это Не Предусмотрено Поэтому Перед Тем Как Ложиться Спать Сходите Забыл Сказать Здесь Предусмотрен Вайфай Свой личный Бесплатный Ну как Бесплатный Он Входит В те 350 рублей В час Которые Вы Оплачиваете Но Он Не Работает Сегодня Не Работает А вообще Он Есть Слушайте Ну Час Уже Давно Прошел Уже Второй Идет Никакие Будильники Никто Не Стучится Никто Меня Не Будет Это Как Это Так Получается Нужно Самому Следить За Временем Ставить Будильник Просыпаться И Выходить Или Если Ты Этого Не Сделал Тогда Пожалуйста Возьми Заплати Деньги За Все То Время Которое Ты Здесь Пробыл Вот Это Вот Интересный Момент Посмотрим Что Будет Дальше И Обязательно Вам Расскажу Все Встаю Одеваюсь Иду К своей Жене Она Где Там В Теремке Кушает Селедку Под Шубой Хорошо Что Такие Штуковины Есть Жалко Что Для Нас Это Некая Диковинка А Для Цивилизованных Стран Это Вполне Нормальное Явление Люди Их Проходят Мимо Смотрят Что Это За Штуковины Потом Понимают Зачем Они Нужны И Начинают Все Это Дело Фотографироваться Фотографироваться На фоне Этих Боксов Я Вот Пройти Мимо Не Смог Да Кстати Розетка Проверим Да Розетка Подходит Наша И Снял Вот Такой Вот Видеоролик Для Вас Чтоб Вы Знали Что Аэропорт Внуково Тут Есть Аэрослип Вы Ложите Спите Платите За Это Деньги Получаете Удовольствие В Меру Своей Испорченности Пойду Узнаю Надо Мне Что Нибудь Доплачивать Или Нет Моя Любимая Фишка А я Забыл Куда Нажимать Сюда Открыто А еще Люди Проходят И так Странно Смотрят Немножко Да То Какой Нибудь Стеснительный Человек Сюда Может Даже И не Пойдет Я Так Думаю Сюда Один Подпишись В Один Подпишись Продолжение следует...